Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые любители женского баскетбола! Всех с наступившим 2013-м! Ну и, как говорится, всего самого наилучшего в новом году! Который, надеюсь, принесет нам с вами немало приятных сюрпризов! А теперь о последних событиях из жизни баскетбольного клуба УГМК! Вот все говорят отдельные скептики, что, вов, чемпионат российский, он же слабый! И лисицы всех обыгрывают в одну калитку! Безусловно, тут имеется рациональное зерно! И все-таки, на самом деле, реальная ситуация несколько другая! Какая именно, смотрим! В гости к Оранжевым приехал Ростов-Дон! В общем, он приехал и, казалось бы, на правах слабого, стал диктовать условия более сильному! Через три минуты, после начала поединка, гости уже вели со счетом 9-0! Да это не девушки, это просто заведенные машины! Ну, а лисицы, в свою очередь, конечно же, сопротивлялись, образно говоря, этим ростовским машинам! Тем не менее, после первой четверти, 21-12 в пользу возмутительниц уральского спокойствия! Ну, я довольна сегодня моими подопечными, потому что сумели навязать борьбу, особенно в первой четверти, чего, я думаю, что УГМК не ожидали от нас! Так или иначе, но второй игровой отрезок остался за УГМК! Артемиды, Олаф и Ланге вернули должок с небывалой щедростью! У них получалось все! Ну, или практически все! Главное, что сути происходящего это не меняет! 31-9! И жгучие ростовчанки наконец-то разобрались в том, кто в доме хозяин! А между делом сообщим! К лисицам присоединилась наша дорогая Сью Бёрд! Ну, пока она только входит в курс дела и адаптируется в суровых российских условиях! Конечно, Сью еще далека от своей идеальной формы! Ведь она провела с командой всего несколько тренировок! Но поверьте, уже через месяц все увидят настоящую Сью Бёрд! Я думаю, все будет нормально! И вот мы снова возвращаемся в игру! Несмотря на дистанцию огромного размера, я имею в виду километраж между Ростовом и Екатеринбургом, гости в буквальном смысле воевали на уральском паркете! Даже имелись раненые! Вот какая интересная и боевитая команда к нам приехала! Впрочем, это нисколько не смутило УГМК в дальнейшем! Во второй половине лисицы не собирались сбавлять набранный темп и довели начатое дело до логичного конца! 78-57 и давайте перейдем к комментариям руководителей процесса! Конечно, нам не хватило немножко мастерства, но я думаю, что такие игры очень сильно закаляют девчонок и они учатся против таких звезд! Играть, и я думаю, что у нас еще все впереди! Первая четверть нам явно не удалась! Видимо, мои девушки все еще находились на каникулах! Тем не менее, я доволен результатом! А данная игра пойдет на пользу перед поединком с УСК в Евролиге и финалом четырех Кубка России! Самым результативным игроком матча стала Кэндис Паркер! В ее активе 22 очка и 5 подборов! Браво, Кэндис! Надеюсь, вы успели прочитать, сколько дней осталось до старта финала 8 Евролиги! Ну а для тех, кто не успел, повторяем! До финала 8 Евролиги осталось 66 дней и еще несколько часов! И по мере того, как эта цифра будет уменьшаться, на разных европейских паркетах градус борьбы лишь увеличится! Ярким показателем, да и подтверждением того, что было сказано выше, стал поединок между нашим УГМК и пражским УСК! А начало выдалось в какой-то мере традиционным! 4-0 повели гости из Чехии! Впрочем, хозяйки не стали искушать судьбу, как это было в недавнем противостоянии Премьер-лиги с Ростовом! Подопечные Олафа Ланге набирали очки, что называется, с походом! Правда, следует заметить, что УСК, в свою очередь, тоже набирало обороты с тем самым походом! Да и вообще, результат первой четверти в своем роде был уникален! 33-22 в пользу лисиц! Ну а дальше девчонки Натальи Хейковой, взяли, да и победили во втором игровом отрезке 29-18! И тут сразу, так невольно, возникает вопрос, кто же вам, дорогие гости, разрешит выиграть в Екатеринбурге? Игроки начали свои броски делать не тогда, когда было выгодно, но тогда, когда уже не было другого выхода. Это не только то, что девочки устали, но тоже УГМК сыграло во втором тайме лучше в защите. Мы боролись до конца, и в первой четверти сделали все, что смогли. А затем были проблемы в защите, особенно во второй половине матча. И все-таки исход поединка был предрешен. Тем не менее, мы довольны своей игрой. Это, конечно, все так и есть. Но посмотрите, как играла УГМК. Можно, конечно, сетовать на какой-то недонастрой в начале игры, ругать девушек еще за что-то, но характера. И, что более важно, мастерства у них точно не отнять. Да, нет повести печальнее на свете. Борьба остается борьбой, а результат всегда перекрывает любые стремления, даже если ты просто устал и при этом ничего не добился. А вот Сильвию Домингис похвалили. Она только что трехочковой принесла своей команде. Вот он, этот трехочковый. Концовочку наши провели прекрасно. Я бы сказал, задорно и с ярким огоньком. Петракова со Степановой отметились. Да и вообще, это была для УГМК восьмая победа подряд в нынешнем розыгрыше Евролиги. В общем, в группе мы на первом месте и никому его не отдадим. А так 94-75 и, соответственно, 19 очков разницы. Во второй половине матча мы играли гораздо лучше, чем в первой. В основном, благодаря защите. Рады, что победили. Ну а наши мысли уже в Москве, на финале четырех Кубка России. И мы готовы к тому, чтобы выиграть этот трофей и привести его в Екатеринбург. Хочу отметить, что Прага набрала в первой половине 51 очко, а во второй все остальные. Поэтому можно сказать, что это были две совершенно разные игры в плане защиты. Еще нам необходимо вернуть то состояние команды, которое было до новогодних каникул, вернуть взаимопонимание и сократить количество потерь. Иначе в следующих играх того, что мы имеем, возможно, будет недостаточно. И, наконец, о самых метких. Паркер 26, Таурази 24 и Кобрин 12. Недаром говорят, на паркете всегда есть место подвигу. Главное – научиться попадать в кольцо. Ближайшую игру УГМК проведет в рамках финала четырех Кубка России. В одной-второй турнира Лисица сыграет с московским Динамо. Ну а дальше? Дальше будем верить в победу. И пожелаем удачи нашим девушкам. Дальше будем верить в победу. Дальше будем верить в победу.